Всем привет, дорогие друзья! На связи канал Уженни Доктор. Простите, что меня так долго не было, но я вернулся и теперь уже буду появляться чаще. Поэтому только хотя бы из-за этого поставьте мне лайк с прохода. Сегодня мы с вами обсудим и биткоин, и эфириум, и биткоин доминирование. Посмотрим, что изменилось с прошлого моего обзора. А самое главное, самое главное, произошло что-то невероятное. Илон Маск вложил полтора миллиарда долларов в биткоин. И это просто огненно. И давайте мы рассмотрим для начала поведение Илона Маска. И как его поведение отражалось на ценах биткоин. Значит, мы с вами в прошлом биткоин обзоре рассматривали как раз таки фигуру нисходящий треугольник, которая очень крупная и вообще по средним меркам достаточно крупная. И естественно, выход из данной фигуры сопровождается серьезным движением. Вообще, это был медвежий паттерн, но я еще в прошлом видео говорил, что склоняюсь больше к тому, что будет пробитие в сторону повышения. Мы с вами смотрели на ее нижнюю грань на уровне 30 тысяч долларов. Здесь было два ложных пробоя. Вот они. И да, здесь можно было открывать короткие позиции. Я даже об этом писал в своем телеграм-канале, ссылочка на который есть в описании. Но я говорил, что нужно открываться коротко, только если ставить очень близкие стоп-приказы. В трейдинге вообще часто бывают такие ситуации, когда тебя выбивают по стоп-приказу. И бывает такое, что тебя выбивают по стоп-приказу, и в итоге все равно цена движется в сторону, в которую ты открывал позицию. То есть даже если бы, допустим, мы бы здесь открыли короткую позицию, при этом ложном пробое сработал бы стоп-приказ, и в итоге цены опять пошли бы вниз, и все-таки пошли бы в сторону, ниже, то в назначении стоп-приказов нет ничего страшного. На самом деле это очень даже правильно. Это ваша страховка и это плата за вашу страховку. Но именно в данном случае стоп-приказ прям прекрасно бы себя отработал. Но когда он срабатывает, нужно обратно возвращаться на график и снова искать точку входа. Поэтому по правилам нужно, если бы мы заходили бы в короткие позиции здесь на пробитии, но правда здесь подтверждений как таковых не было. Вот здесь была попытка как-то подтвердить это пробитие, но тем не менее подтверждения прям конкретного не было. Может быть на часовом таймфрейме мы бы увидели что-то, но тем не менее на такие мелкие таймфреймы не следует особо обращать внимание, в особенности во время входа. Даже если бы вас там два раза выбило по стопам по полтора процента, в этом нет ничего страшного. Но вот здесь произошло что-то необычное. Илон Маск у себя в твиттере написал просто слово биткоин. Илон Маск вообще, наверное, одна из самых сильнейших и медийных финансовых личностей на сегодняшний день. Это инноватор в своей сфере, который запускает те разработки, те компании, которые другие даже себе и помыслить не могут. То есть он запустил там Tesla, это то, что уже прям работает. Tesla, SpaceX, того, что никто не верил. Нейролинк, это одна из последних, так сказать, его компаний, который сейчас тоже проявляет уже определенные сподвижки в области компьютеризации человеческого головного мозга. И там у них собственные инновационные разработки. И, в общем-то, он берется за технологии будущего, не меньше, не больше. И поэтому он будет с огромным авторитетом, соответственно, не мудрено, что после его просто-просто банального твита типа биткоин, вот тут вот биток вырос буквально на 20%. Только из одного слова, понимаете? Вот насколько сила имеет у Илона Маска. Хотя вот до вчерашнего дня официально у Илона Маска, он везде писал, что у него чисто ради интереса есть 0,25 биткоина. То есть даже целого биткоина не было. Его все время спрашивали, тебе нравится биткоин? Ты же везде восхищаешься, почему ты в него не инвестируешь? Он говорит, что я просто играюсь. В итоге компания MicroStrategy, как вы помните, которая занимается производством финансовых продуктов, летом задала темп в конце лета на инвестиции институционалов в биткоин. То есть они первая ласточка, кто вложили крупную часть капитализации собственной компании, капитала собственной компании в биткоин. И тем самым они покупали по ценам чуть выше 10 тысяч долларов и очень солидно приумножили свои капиталы. Они потом докупали его еще и еще раз докупали по ценам выше 20 тысяч долларов. И в декабре в Твиттере вместе с Илоном Маском произошел у главы MicroStrategy такой разговор, что ему все-таки Илону Маску рекомендовал, Майкл Сейлор, по-моему, его зовут, купить биткоин, то есть перевести часть капитализации компании в биткоин. И что произошло? В итоге, в итоге, Тесла, ну вот не сам Илон Маск, а Тесла перевела полтора миллиарда долларов своей капитализации, своей наличности свободной в биткоин. Это было, об этом было заявлено вчера в их отчетности для SEC. Ну, то есть у них всего там около 19 миллиардов долларов есть наличности, полтора миллиарда из которых они перевели в биткоин. И, возможно, это не последний такой транш. И вот как рынок, собственно, среагировал на это, мы увидели вот этот вот рост за вчера, за сегодня. Получается, он был почти 30%. Если брать какие-то дневные свечи, то мы сейчас видим с вами Это самая крупная зеленая свеча, если в долларовом эквиваленте брать, в истории. Самая крупная. То есть она вот с 38 тысяч долларов до 46 700. Около 8 с половиной тысяч долларов размер этой свечи. Это очень много. Это самая крупная зеленая свеча в истории биткоина. И вот то, что Илон Маск вложился в биткоин, это действительно знаменательное событие. Это то, как раз о чем говорил План Би в своей теории Stock to FX, что биткоин преобразовывается в некоторые разные стадии. И есть разные стадии принятия. И биткоин реально сейчас принимаются повсеместно самыми богатыми людьми в мире. И последней цепочкой в этой эволюции уже будет принятие биткоина как государствами, как вариантом дополнительной нацвалюты или платежного средства, или средства сохранения покупательной способности. И это круто. Это история. Вчера была историческая дата, ребятушки. И это, конечно же, хорошо для биткоина. Теперь давайте с вами посмотрим, какие возможны дальнейшие цели. Мы сейчас с вами находимся на исторических просто значениях, отметках, на исторических максимумах. И, естественно, ближайшей отметкой будет у нас, во-первых, психологическая отметка. Это 50 тысяч долларов. Я хочу отметить, что самая первая версия модели Stock to Flow от того же плана B, она говорила о том, что биткоин достигнет цены 55 тысяч долларов уже в этом году, после последнего халвинга. Потом она преобразовалась в более свежую модель, которая уже говорила о том, что цена биткоина достигнет 100 тысяч долларов. И последняя модель говорит о том, что цена биткоина будет никак не меньше 288 тысяч долларов к концу 2021 года, уже этого года. Насчет 288 тысяч долларов, я допускаю, что это может быть вполне вероятно. Но я лично склонен не так сильно рисковать. И считаю, что фиксироваться нужно уже по полной программе, когда биткоин будет ближе к 100 тысячам долларов. То есть, возможно, какую-то небольшую сумму можно было бы там и оставить. Но, тем не менее, первым моментом, когда можно было бы уже фиксировать какую-то часть прибыли, это уже 50 тысяч долларов. Да, учитывая новости, я думаю, что биткоин с легкостью дойдет до сотки. Но уже какой-то первый свой профит я бы на вашем месте зафиксировал на 50 тысячах долларов. Когда мы с вами в начале прошлого года еще покупали биткоин по 5 тысяч долларов, мы говорили с вами о данных цифрах. И если вы тогда вместе со всеми зрителями моего канала покупали, и вместе со мной покупали биткоин по 5 тысяч долларов, то вы уже сделали практически тысячу процентов, даже если вы просто ничего не делали. Если вы торговали, если вы использовали кредитное плечо и делали это умело, если вы вместе со мной перекладывали с вальткоины в периоды максимальных значений, биткоин доминирования, и приумножали свой биткоин, то вы запросто могли сделать и 2 и 3 тысячи процентов, с чем я вас всех, нас всех поздравляю, мы стали существенно богаче. И самый ключевой момент всего этого не жадничать, потому что опыт показывает, что жадность растет человеческая гораздо быстрее, чем могут двигаться котировки. То есть если биткоин растет 2 раза, то человеку для счастья нужно уже в 4 раза больше, чем он планировал изначально. Если биткоин растет 10 раз, то он уже себя представляет не миллионером, если он таковым уже стал, а уже миллиардером, и уже там какая-то квартира в центре Москвы превращается в особняк на рублевке. И вот так растут желания, они растут очень быстро. Поэтому сейчас в районе 50 тысяч долларов можно было, это если вы инвестор, если вы трейдер, вам вообще абсолютно пофигу, мы с вами будем делать деньги и на росте, и на падении, нам главное иметь волатильность. А то, что мы с вами говорили первую половину прошлого года, что биткоин, когда он достиг даже большую часть прошлого года, когда биткоин преодолеет 20 тысяч долларов, он будет невероятно волатилен, и это так и происходит. И мы с вами получаем колоссальные возможности. Да, и может быть вы сейчас пришли на рынок немножко опоздавшим, если вы только пришли, узнали о биткоинах, и вы думаете, что же вам сейчас делать, покупать биткоин или нет. Я думаю, что вам стоит все-таки покупать биткоин. Конечно же, это делать нужно очень осторожно, не на последние деньги. Тренд сейчас явно восходящий. И вероятно на этом еще можно сделать иксы, но сумасшедшие иксы уже от этой отметки уже не сделаешь. То есть можно еще сделать несколько иксов, я думаю, там 2-3 икса, если просто заходить как инвестор, но что-то прям сверхневероятное, вот то, что мы сделали за чуть меньше, чем за год, на росте, вряд ли можно будет сделать. Но у меня для вас есть хорошая новость, что после роста обязательно будет падение. И оно будет мощнейшим просто. и на нем можно будет тоже делать иксы, но сейчас не время для этого. Сейчас все-таки я думаю, что рост будет продолжаться, и в этом году мы с вами увидим дальнейший рост. Покупать ли биткоин? Да, да, да. Биткоин надо покупать потихонечку по стратегии усреднения. Сейчас, конечно же, у нас ключевой отметочкой будет 50 тысяч долларов. Это, блин, это вот сильнейший уровень сопротивления, психологический в первую очередь. На 50 тысячах долларов уже психологически многие готовы продавать. Поэтому мы имеем реальный шанс сейчас оттолкнуться от этой отметки и реально пойти на какую-то достаточно глубокую коррекцию. Шанс такой есть. Вы должны это держать в уме. Оптимально, оптимально. Я бы покупал биткоин, наверное, не сейчас, а если он преодолеет как раз отметку в 50 или даже в 51-52 тысячи долларов. Тогда есть большой шанс, что он пойдет на сотку. До этого момента можно было бы его так, чисто ради интереса, маленькими порциями покупать. Свыше 50 тысяч долларов можно уже было бы заходить на какие-то более серьезные котлеты. Также можно было бы серьезно заходить в биткоин, если бы он, скажем, упал к существенно важным уровням. Там 30 тысяч долларов, 27 тысяч долларов, 22 тысячи долларов. Но я думаю, что этого не произойдет уж в ближайшее время, так как я в этом практически уверен. Вот, соответственно, сейчас покупаем на небольшие суммы, уже на более крупные заходим после какого-то подтверждения. Либо даже лучше подождать, какие-то там несколько процентов для вас роли не сыграет. Это опять же для тех, кто уже решился купить биткоин. Вот в числе, так сказать, тех, кто догоняет поезд, но еще его не купил. Для тех, у кого биткоин есть частично и вы на нем уже сделали Иксэ, я уверен, таких из вас много. Ставьте обязательно лайки. Ребятушки, частично надо вам этот биткоин уже зафиксировать. Хотя бы верните то, что вы изначально вкладывали. Самое главное в бизнесе не потерять. Запомните это, не потерять. Уже только потом заработать. Заберите то, что вы вкладывали и уже дальше можно будет думать о каких-то уже прибылях. Давайте еще с вами посмотрим на уровни коррекции по Фибоначчи, потому что именно они помогают нам с вами также определять цели в моментах, когда у нас не на что опереться. У нас нет каких-то конкретных уровней на текущий момент в сторону роста. Поэтому ключевыми уровнями конечно же будут уровни коррекции по Фибоначчи. и давайте по старинке возьмем классическую модель возьмем максимум конца 2017 года и посмотрим что тут у нас какие у нас уровни. Конечно все мыслимые и немыслимые пределы мы уже преодолели. Вообще самыми распространенными являются естественно 1,618 то есть 161 1,8 процента уровнем. Двоечка является важным уровнем. Ну конечно же следующим является уровень 2,618 который от которого как раз таки цены сейчас отталкиваются. Следующий уровень это 300 процентов это примерно 53 тысячи долларов это следующая цель по уровням коррекции по Фибоначчи. если конечно от 2017 опираться не очень хорошо поэтому давайте все таки посмотрим более свежее свежее место возьмем и мы возьмем данные последней весомой коррекции. Давайте посмотрим какие цели у нас будут здесь. Мы сейчас видим следующее что цены как раз аккуратно коснулись самого популярного уровня 161,8 процента и отсюда чуть-чуть небольшая коррекция пошла. Это сильный уровень 48500 на некоторых биржах именно этой цены биткоин и достиг. Следующим уровнем будет являться важным двоечка это также 53100 долларов то есть эти уровни это двоечка совпадает с той троечкой если брать разные моменты коррекции поэтому конечно же следующей глобальной целью при преодолении 48500 при преодолении 50 тысяч долларов будет уже цель 53 тысячи долларов до 53 тысяч но это более такие короткие цели учитывая фундаментальную подоплеку а это Илон Маск со своим заходом и я думаю что сейчас это же все-таки пионеры и за ними будут следовать другие компании переклад то есть там же происходит в принципе все то же самое там тоже есть фома у глав компании естественно они тоже захотят капитализации собственных компаний в разы просто иксовать с помощью криптовалют с помощью биткоина а самое интересное знаете что будет происходить когда кто-то из них первым первым решит переложить свой биткоин в какие-то альткоины в общем-то давайте теперь на этой ноте переключимся на график биткоин доминирования потому как это в первую очередь важнейший инструмент с помощью которого мы с вами предсказываем появление альткоин сезонов собственно мы с вами в прошлом видео рассматривали уровень 62% и 60% и мы видим что вот от уровня 60% биткоин доминирование было отклонено и более того преодолело 62,39% по данным трейдингвью это плохо это очень плохо для альткоинов учитывая последние новости по биткоин если альты сейчас никак не поддержать то альты сейчас могут хорошенько так потерять в цене тем не менее друзья мои мы с вами сделали иксы в биткоине когда говорили о том что альткоин сезон он начинается и собственно большую часть этого альткоин сезона отхватил конечно эфир там многие другие криптовалюты с капитализацией поменьше но много где можно было сделать иксы в битке который в свою очередь тоже вырос по отношению к доллару поэтому это самый настоящий икс иксов я нас вас всех с этим поздравляю если вы воспользовались тогда моим сигналом когда я говорил что ребятушки здесь надо перекладывать вальты мы с вами захватили прям очень серьезное движение это в принципе можно считать таким средненьким альткоин сезоном потому что биткоин доминирование упало на 13% в этом движении это очень много сейчас друзья мои есть серьезный такой риск того что ну биткоин доминирование будет увеличиваться вот поэтому как и всегда я бы вам всем советовал господа все таки держать в уме что биткоин в любом случае должен превалировать в вашем портфеле на текущий момент не менее половины всех средств должно быть в биткоине ну если брать вообще весь портфель вот и максимум половина в вальтах это достаточно уже рисковая схема в вальтах по уши сидеть никому не советую это путь который способен уничтожить ваш депозит если вы в рынке не так давно то вы не знаете той ситуации когда альткоины за один лишь в 2018 год сожрали порядка 98-99% крипто портфелей в долларе своих инвесторов это очень опасно поэтому биткоин конечно тоже много чего сожрал но не так сильно как альткоины альткоины прям вообще везде всегда в планеты всей они конечно дают гораздо больше профит во время своего роста но и гораздо больше убытки это игра опасная поэтому играть в нее следует осторожно сейчас нам здесь следует следить как раз таки за уровнем 62% если все-таки биткоин доминирование обратно вернется ниже этого уровня то мы с вами можем увидеть мощнейшее движение вплоть до 51% и тогда это будет один из самых крутых альткоин сезонов в истории криптовалют каким это было в 2017 году и это вполне себе может быть это может быть и я так думаю даже что это будет поэтому сейчас я бы повременил перекладываться вот как мои советы предыдущие перекладываться в альты надо сейчас альты можно зафиксировать если вы в них сделали иксы в битке можно перейти пока что в биток можно перейти в доллар и немножечко понаблюдать за ситуацией и уже когда будет что-то большее более ясна картина тогда уже можно будет дальше переходить в альты ну и конечно давайте сейчас именно рассмотрим эфириум к битку что у нас там будет дальше цели наши отработали эфириум сейчас чувствует себя не очень сразу не очень тут у нас с вами появляется двойная вершина да двойная вершина господа и она уже идет она уже в принципе себя отработала вот поэтому мы имеем такое отклонение от уровня 36 тысячных биткоина но важнейшим уровнем для эфира по отношению к биткоину будет скажем так уровень 31 тысячная биткоина поэтому может быть даже чуть выше все таки нет 31 тысячная биткоина поэтому есть риск вот мы этот уровень не выдержали это плохо есть большой риск что мы сейчас пойдем эфир все таки спустится пониже сейчас за ним тоже сейчас пока что следует наблюдать не очень хорошо ему для продолжения роста все таки следовало бы вернуться выше 4 сотых за 1 биткоин тем не менее сейчас надо наблюдать за вот этим вот уровнем за 36 тысячных биткоина вообще давайте мы с вами здесь мало информации нам следует с вами обратиться к скользящим средним к экспоненциальным скользящим средним и тут нам больше информации все таки они дадут здесь мы видим что пока что по отношению к биткоину эфир находится в восходящем тренде и таким основным рубежом сейчас для него вот является отличнейший инструмент и мы ribbons это экспоненциальные скользящие средние и вот 50 45 и 55 экспоненциальные скользящие средние для него являются показательным уровнем поддержки конечно здесь можно было бы открывать лонг позиции но тем не менее это пока что опасно делать я бы тоже не спешил сейчас эфир покупать давайте понаблюдаем что будет дальше если сейчас в чем-то и сидеть то наверное это в битке и в долларе этот посыл такой на на текущий момент что будет дальше давайте будем смотреть по ходу мне на самом деле достаточно сложно сейчас вклиниться обратно в анализ рынка потому как последние несколько месяцев я занимался в первую очередь проектом дейзи кстати здесь у нас уже есть определенные успехи естественно дейзи кривая капитала дейзи фонда растет и она уже более 4 миллионов долларов в плюсе да сейчас не работают регистрации но те кто старые пользователи успели зарегистрироваться в первые дни пока была регистрация открыта те сделали профит здесь он конечно колеблется у нас были периоды когда здесь было минус 8 процентов но вот сегодня мы даже видели плюс 20 процентов сейчас рынок пошел на небольшую коррекцию поэтому у нас здесь 16 с половиной процентов в плюсе и это изменение там вот от минус 8 процентов до почти 20 процентов произошло буквально за неделю и это реальный трейдинг это реальная компания которая с очень крутым маркетингом она уже скоро запустится запустится с нормальными открытыми регистрациями более того в нашей команде мы сейчас воспользовались тем что пока там у них идет разработка для своей команды я разрабатываю с партнерами специальный инструмент который позволит заходить в этот проект с помощью банковских карт то есть не через через трон не через смарт-контракт трона не через покупку трона а даже с помощью банковских карт поэтому это будет можно сделать очень просто буквально в 1-2 клика и это сможет даже обычный какой-то человек который с криптой ну как-то очень далек он сможет на крипте зарабатывать и зарабатывать с помощью шикарнейшего просто маркетинга дейзи я оставлю ссылочку на наш на чат мои первые линии в телеграме обязательно добавляйтесь туда старт уже не за горами здесь будут огромные деньги огромные финансовые потоки реально с помощью этого проекта можно стать долларовым миллионером в течение этого года и это не только с учетом их трейдинга ну и с учетом просто феноменального фантастически доходного маркетинга которым уже воспользовались больше более чем 50 тысяч человек по всему миру и это это будет самый грандиозный смарт-контракт в истории блокчейна он уже таким является будет еще более крупным и это действительно интересно это то что только зарождается поэтому максимально рекомендую здесь огромные огромные деньги потенциал для крупнейших просто заработков поэтому если хотите стать богатым пользуйтесь различными инструментами в том числе и дейзи в в том числе у нас для команды и различные и конкурсы и обучение и прочее и прочее во всяком случае мой вектор внимания последние несколько месяцев был посвящен как раз таки этому проекту что позволило мне за первые два дня закрыть максимальный просто статус в данном проекте поэтому я вхожу в топ 10 участников из этих 52 567 человек на текущий момент поэтому ну по крайней мере у меня такой статус самый крупный статус в данном проекте и таких людей то ли 10 то ли 11 человек включая меня на текущий момент поэтому будьте в моей команде обещаю у меня есть чему поучиться и обязательно вас этому научу заработки можно делать большие в общем-то я повторяюсь ну а на этом все друзья мои извините что такой длинный затянутый выпуск просто давно меня не было и хотелось вам побольше рассказать и то я не рассказал и даже десятой части то чего хотелось но я обязательно все это наверстаю в ближайшие дни как минимум раз в два дня будут новые ролики выходить поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайк вот чтобы эти новые видосы не пропустить вот колокол нажимайте чтобы уведомления получать ну и собственно мы с вами я рассчитываю будем дальше очень быстро обогатеть и зарабатывать на различных финансовых инструментах на этом все всем жирного профита пока и до новых встреч субтитры и до новых встреч Продолжение следует...